Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Ключ к подсознанию. Ваша скрытая сила. Текст читает Максим Киреев. Введение. Подсознание – это скрытая сила, которая способна сподвигнуть человека на неожиданные поступки. Оно дает толчок в виде мыслей и желаний, появляющихся неосознанно в нашей голове. Многие привыкли не слушать эти сигналы, стараясь делать только разумные поступки, но это неправильно. Чтобы стать богаче, счастливее, избавиться от комплексов и вредных привычек, достаточно научиться прислушиваться к своему подсознанию и задавать ему задачи, которые изменят жизнь к лучшему. Как наши мысли препятствуют достижению целей? Многие из нас с детства приучаются к тому, чтобы жить в обществе. Приходится делать то, что принято, а не то, что хочется. Ребенку говорят, что он должен ходить в детский сад, вести себя хорошо, не капризничать. Он учится поступать так, как требует этого общества. Все чувства, желания и эмоции постепенно уходят вглубь, только изредка проявляясь в самые сложные моменты. Нельзя сказать, что умение жить в социуме и ладить с окружающими людьми – это плохо. Но отгородиться от своих желаний тоже неправильно. Давно ученые перестали твердить, что мысли – это просто вспышки в нашем мозгу, которые не всегда связаны с действиями. На самом деле, именно они формируют цели и действия, способные привести человека к достижению своей мечты. Посмотрите, как вы относитесь к своему финансовому состоянию. Скорее всего, вы очень хотите разбогатеть, стать более успешным или популярным. Но вместо того, чтобы действовать, вы предпочитаете думать, что у вас ничего не выйдет. Вы считаете, что кто-то другой может добиться богатства, но только не вы. Находя разные поводы, чтобы оправдать успех кого-то и свои неудачи, вы остаетесь в роли мечтателя на всю жизнь. Если вы скромный человек и нелегко знакомитесь с новыми людьми, нужно всего лишь поверить в то, что вы сможете расположить к себе. Для этого должна появиться внутренняя уверенность в своих способностях. Если вы подойдете к человеку, но все время будете бояться что-то не то сказать или сделать, то, скорее всего, так все и получится. Это единичные примеры, которые показывают, как внутренний настрой может повлиять на ситуацию. Понятно, что никто по взмаху волшебной палочки не сможет измениться. Тихоня не станет в один миг великим оратором, а бедняк не разбогатеет. Но всего можно добиться, если начать прислушиваться к подсознанию и заниматься практической работой. Что такое подсознание? Чтобы объяснить понятие простыми словами, нужно обратить внимание на свой обычный день. Вы встаете с постели, идете принимать душ, чистите зубы, надеваете чистую одежду, отправляетесь на кухню завтракать. Пока вы все это делаете, ваши мысли летают где угодно. Вы думаете о том, чем будете заниматься на работе, какие задачи вас ждут, как пройдет встреча. Получается, что вы в процессе собирания на работу думаете о чем угодно, но только не о тех действиях, которыми заняты. Почему же вы не думаете о том, как почистить зубы или как одеться на работу или деловую встречу? Если вы всерьез обдумаете этот вопрос, вы поймете, что есть много областей вашей жизни, которые просто происходят на заднем плане, и вы не прилагаете к ним никаких сознательных усилий. Получается, многое из того, что вы делаете, происходит на подсознательном уровне, а сознание определяется как намеренное мышление. Зигмунд Фрейд трудился над изучением влияния подсознания на человека. Он выяснил, что жизненный опыт зависит от того, как глубоко получалось обрабатывать информацию, полученную за все время. Он предложил трехуровневую модель разума – сознательную, подсознательную и бессознательную. Итак, мы обсуждали ранее, что сознательный ум – это наше осознание настоящего момента, фильтрованное через пять чувств. Бессознательное – это корень наших самых глубоких и подавленных воспоминаний и переживаний. Если говорить о значении подсознания с точки зрения Фрейда, то он считал, что это центр интуиции, вдохновения и творчества. Это та часть, которая отвечает за изобретение, которая собирает разрозненную информацию для создания новых идей. Вы когда-нибудь теряли ключи? Пока вы ломаете голову, пытаясь вспомнить, куда вы их положили, работает ваш сознательный разум. Но подсознательно вы можете начинать поиски в самых невероятных местах, и впоследствии эти поиски успешно заканчиваются. Как это работает? Можно назвать это чудом, но на самом деле, ваша интуиция подсказывает вам верное решение, несмотря на работу разума. Если к ней прислушиваться, то вы всегда будете получать отличный результат. Что такое сила подсознания? Вишен Лакьяни, известный писатель и создатель курса «Твой разум без границ» объясняет, что ваше подсознание способно создавать физические изменения внутри вас на молекулярном уровне. Исследование, опубликованное в журнале «Психо-нейроэндокринология», обнаружило, что при медитации может меняться экспрессия генов. Вот насколько мощно ваше подсознание. В ходе эксперимента участники исследования медитировали в течение 8 часов и видели изменения как на физическом, так и на молекулярном уровне, наблюдаемом в организме. Фактически, в медицинском сообществе широко распространено мнение, что многие из сегодняшних физических заболеваний напрямую связаны с психическим здоровьем. То, как ваше тело чувствует себя, определяется душевным состоянием, которое вы можете контролировать. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. Какова роль подсознания? Подсознание – это банк памяти с неограниченной емкостью. В нем хранится информация обо всех воспоминаниях, которые у вас когда-либо были. Это действительно удивительный факт, особенно если вы считаете, что информация может повлиять на ваши сознательные решения. Итак, что вы можете сделать и как можете работать со своим подсознанием? Если вы не научитесь контролировать его, это может нанести ущерб эмоциональному и психологическому здоровью. Ваше подсознание можно контролировать, им можно управлять с помощью сознательного, сфокусированного осознания или внимательности. Ваше подсознание – корень подавленного желания. Нездоровые принуждения и привычки можно обуздать, используя силу сознания. Можно подумать, что тут описана стандартная техника, которую все знают, но стоит заметить, что она до сих пор не до конца исследована и мало применима в обществе. Есть несколько направлений, где успешно применяют подсознание и работают с сознанием. К примеру, гипноз – подсознательное перепрограммирование. Если вы научитесь прислушиваться к подсознанию, управлять своими мыслями, то увидите, как начнет меняться жизнь вокруг вас. Вы сами станете меняться. Такие концепции, как ограничивающие убеждения, самосознание, интуиция – все они будут иметь для вас новое значение, как только вы действительно поймете, что сила подсознания проникает в ваше сознание. Как только вы научитесь осознавать мотивы, двигающие вами, и привычки, то сможете вносить позитивные, здоровые и долгосрочные изменения в жизнь. Как настроить диалог с подсознанием? Разговор с самим собой происходит постоянно. Обратите внимание на голос в вашей голове, который комментирует все, что с вами происходит. Это что-то вроде внутреннего монолога. Он настолько интегрирован в наше мышление, что многие его просто не замечают. Почему так часто нам советуют прислушиваться к внутреннему голосу, когда мы сомневаемся и не можем сделать выбор? Это с нами хочет говорить подсознание, направить на правильный путь. Если диалог прошел в положительном русле, то человек успокаивается, перестает нервничать. Если же не получилось договориться с внутренним голосом, то стресс увеличивается, а психическое здоровье ухудшается. Что значит разговор с самим собой? Как говорилось ранее, подсознание выступает в роли внутреннего голоса, сочетающего сознательные мысли с бессознательными убеждениями и предубеждениями. Скажем, вас переполняют негативные чувства, которые всплывают из глубины вашей психики, когда кто-то случайно прерывает вас. Вы знаете, что это иррационально, поэтому вы консультируетесь с собой, выясняете, почему вы так чувствуете себя и находите положительный или отрицательный результат. В ходе внутреннего монолога можно понять, почему вы испытываете раздражение. Возможно, это временное явление из-за того, что не получилось выспаться этой ночью, или вы будете думать, что человек, который вас перебил, просто не считается с вашим мнением и ему неинтересно слушать вас. Можно проанализировать все моменты и не дать волю эмоциям или сорваться на собеседника, накричав на него. Это пример того, как мы обращаемся к своему подсознанию, анализируя эмоции, определяя, как поступить в сложившейся ситуации. Вот лишь несколько примеров разговора с самим собой и того, в каком направлении он может двигаться. Однако для того, чтобы оказать глубокое воздействие на психику или физическое состояние человека используются два принципа повторения и подкрепления. Повторение. То, что мы делаем автоматически на протяжении долгого периода времени, не вызывает у нас напряжения. Мы легко садимся за руль автомобиля и трогаемся с места, выполняем гимнастические упражнения, говорим на иностранном языке. Все, что делается каждый день, воспроизводится нами на автомате. Это показывает то, как на мозг влияет повторение. Эту же схему можно применять в построении полезных мыслей в голове. Если постоянно думать о позитиве, выстраивать шаги по достижению цели, то все это воплотится в реальность. Чтобы понять, как это работает, изобразите нейроны и системы, которые их соединяют, как энергосистему города. Ваши нейроны будут зданием и полюсами, на которые распространяются сигналы электричества. Чем лучше изолирован шнур, тем быстрее сигнал проходит от нейрона к нейрону. Отправка одного и того же сигнала от одного нейрона к другому, повторение одного и того же действия, помогает вашему мозгу производить более сильные импульсы. Это значит, что тренировка поможет справиться с новыми задачами, которые поступят в мозг. Привычка. Мы адаптируемся к тем условиям, в которых находимся. У нас вырабатываются инстинкты при виде пищи или определенных людей и формируются привычки, связанные с нахождением в том или ином месте. Как явный пример, можно рассмотреть знаменитый эксперимент с собакой ученого-физиолога Ивана Павлова, внесшего особый вклад в развитие психологии. В ходе эксперимента Павлов сначала давал животному корм и одновременно звонил в колокольчик. Через какое-то время он ограничился лишь подачей звукового сигнала. В результате было замечено, что у собаки начинает выделяться слюна даже в том случае, когда она не получает корм после звукового сигнала. Иными словами, у нее выработался условный рефлекс. Попросту говоря, Павлов обнаружил, что мозг естественным образом учится ассоциировать реакции на стимулы, которые становятся ассоциированными с другими стимулами. Инстинкты и телесные реакции, контролируемые мозгом, учатся реагировать на предметы, которые связаны с вещью, вызывающую исходную указанную реакцию. Это простой способ показать, как формируются наши инстинкты, но вы можете увидеть это и на других примерах. Кормите свой разум. Знайте, чтобы произошли какие-то изменения при разговоре с внутренним голосом, нужно время и терпение. У всех нас есть настоящая гора шаблонов относительно того, как надо правильно мыслить. Над ними надо работать, чтобы поменять восприятие. Это будет сложно, особенно тем, кто никогда не пытался разобраться со своим внутренним «я». К счастью, это займет не столько времени, сколько накапливалось негативное мышление. Самый простой способ начать, это переосмыслить все негативное, что вы говорите о себе. «Я ничего не могу понять». Не думайте так. Лучше посылайте в мозг фразу «Я еще этого не понял». «Я не делал этого раньше, поэтому у меня ничего не получится». Убираем негатив и меняем на «Это новая возможность для меня чему-то научиться». «Я облажался». Нельзя так думать. Лучше, ошибки естественны. Чему я мог научиться из этого?» По сути, ничего не меняется от того, что вы перестроили мысли. Событие в реальности остается таковым, но зато для себя вы сделали большое дело. Вы не закопали себя в неуверенности, самобичевании и слезах, а признали ошибку, дали себе поддержку, приняли вызов трудностей, которых не боитесь. Учимся отправлять запрос. Подсознание — это высший инструмент ума. Судя по научным исследованиям, это прекрасный канал для общения с внутренним голосом. Как только вы начнете думать в одном направлении, воспринимать импульсы, которые посылает подсознание, сможете изменить свою жизнь. Обычные практики, которые настолько просты, что их может выполнить каждый, помогут вам научиться отправлять правильный запрос, который будет услышан и исполнен. Прежде чем раскрыть секреты изменения парадигм вашего подсознания, вам нужно следовать нескольким правилам. Первое правило — знайте точно, чего вы хотите. Работая с подсознанием, вам требуется точно осознать свои желания, не путаться в них, не мешать одно с другим. Стоит выделить конкретное желание, которое и будет содержаться в запросе. Опять же, помните, что желание должно быть осуществимым. Хотеть летать, как птица, можно, но эта мечта останется нереализованной. Лучше загадайте, что вам хочется стать профессиональным летчиком или парашютистом. Такая мечта вполне выполнима. Сосредоточение внимания на разных предметах одновременно может только сбить с толку ваше подсознание. Уделяйте внимание одному предмету за раз. Например, если вы хотите найти свою вторую половинку, то работайте именно над этой стороной вашей жизни. Находите новые места и способы для знакомства. Не расходуйте свою энергию на мечту заработать много денег или похудеть. Только концентрация на чем-то одном и самом главном приведет к успеху. Но если вас беспокоят мысли о недостатке финансовых средств или лишнем весе, из-за которых, по вашему мнению, вы не можете найти вторую половинку, то лучше сначала проработать эти комплексы, а затем уже идти в тиндер. Это здорово, что вы ставите перед собой несколько целей, но если вы хотите изменить свои негативные подсознательные убеждения, необходимо четко расставить приоритеты. Второе правило. Найдите внутренние зажимы. Когда вы выбрали свое основное видение, самое время провести внутренний диалог, чтобы найти связанные препятствия подсознательного разума, которые являются частью общей картины. Например, если вы хотите найти своего идеального романтического партнера, помните, что мешает вам встретиться с ним. Снимите маски и будьте предельно честны с собой. Может быть, вы слишком навязчивы, зависимы от комплексов, и это заставляет потенциальных партнеров убегать от вас? Может быть, вас приучили постоянно проявлять себя, чтобы заслужить любовь? В таком случае недостаточно просто запрограммировать подсознание на установление отношений. Вы должны развязать те нездоровые нейронные узлы, которые тянули вас в объятие не тех людей. Просто спросите себя, что мешает мне построить отношения? Какие возможные блокировки подсознания я удерживаю? Иногда вы не можете найти ответ самостоятельно, поэтому вам потребуется помощь. Она может быть дана психологам, к которому вы обратитесь. Также близкие друзья всегда смогут дать совет, если вы откровенно поделитесь своими страхами. Зачастую случается так, что заглянуть внутрь себя может быть очень болезненно и страшно. Не всегда мы являемся теми, кем себя представляем, но нужно обязательно познать себя, увидеть недостатки и отрицательные качества, чтобы проработать их. Психологи часто просят нас заглянуть в свое прошлое, особенно обратить внимание на детство. Именно в это время большинство из нас получает психологические травмы, которые влияют на нашу жизнь. Если вы поступите так же, то, скорее всего, найдете причину своих комплексов нерешительности, агрессии, появления депрессивных состояний. Если вы хотите перепрограммировать свое подсознание, вам нужно знать, с чем вы имеете дело. Чтобы найти решение, вы должны назвать проблему. Удалите ограничивающие убеждения. Причина, по которой вы заблокированы на подсознательном уровне, должна быть раскрыта. Давайте рассмотрим еще один пример, чтобы прояснить этот момент. Вам сложно заработать больше денег. Несмотря на все ваши усилия, что-то возвращает вас к исходной точке. Независимо от того, что вы делаете, вы просто не можете привлечь богатство. Это вызывает стресс и чувство неудовлетворенности, но дело в том, что больше действий ни к чему не приведут. Вы должны копнуть глубоко и найти подсознательные причины, которые мешают вам. Это могут быть скрытые убеждения, например, деньги заставят меня проводить больше времени вне семьи и дома. Я недостаточно умен или успешен, чтобы разбогатеть. Также это может быть поведенческая проблема, такая как недостаток настойчивости, целеустремленности и усидчивости, когда вы бросаете одно дело, не закончив его ради другого. Вы должны найти причину и соответственно построить систему связи с подсознанием. Третье правило. Применяйте методы подсознательного движения перед сном. Представленные в следующей главе техники для программирования своего подсознания предпочтительно практиковать перед сном или сразу после пробуждения утром. Примерно за 15 минут до засыпания ваш разум и тело успокаиваются, мышцы расслабляются, дыхание становится мягким и легким, сердцебиение замедляется и вы переходите в режим более глубокого расслабления. В этот момент мозг производит так называемые альфа-волны. Исследования показывают, что в этом 15-минутном промежутке между бодрствованием и сном мозговые волны замедляются, частота колебания ритма головного мозга варьируется от 7 до 13 герц. На этом этапе, согласно исследованиям, туннель подсознания открыт для приема сообщений. Действенные упражнения по работе с подсознанием. Итак, чтобы подружиться со своим подсознанием и проработать его со всех сторон, психологи предлагают несколько действенных методов. Первый метод использования метафор. Известно, что их используют в кино, литературе и театре. Это делается не только для красного словца, а чтобы задействовать внутренние струны нашей души и достучаться до подсознания. Это у актеров и писателей получается отлично. Как использовать метафоры, чтобы перенастроить свое подсознание? Первый шаг используйте музыку. Расслабляющее спокойная и приятная мелодия помогает мозгу расслабиться. Рекомендуется прослушивать любимую композицию перед сном. Для профилактики слушайте ее каждый вечер. Когда вы подвергаете свой мозг звуковой терапии, он переходит в режим восприятия. Это причина того, что крупнейшие гуру медитации во всем мире переходит в альфа состояние, чтобы медитировать. Тето волны также задействованы в этом процессе. Музыка очень важна в настройках общения с подсознанием. Она расслабляет и подготавливает мозг к внутреннему общению. Чтобы продвинуться дальше, нужно принять удобную позу. Состояние, в котором вы будете находиться, можно назвать пограничным между бодрствованием и сном, но именно в нем лучше всего происходит общение с подсознанием. Медитация для кого-то может показаться странной на начальном этапе знакомства, но когда вы начнете выполнять упражнения каждый день, то сможете обнаружить, какой скрытый и мощный потенциал она скрывает. Когда альфа или тета волны открывают ворота для утвердительных предложений, мощные метафоры делают свою работу. Кстати, этот метод подходит не всем людям и об этом стоит сказать. Если прямо сейчас у вас внутри что-то не откликнулось, возможно, стоит использовать другой метод для общения с подсознанием. Он подходит вам, если вы любите помечтать, если вы увлекаетесь искусством, являетесь артистической личностью, используете метафоры в повседневной жизни, когда рассказываете истории, думаете о жизни с точки зрения морали. И если вы прослушали данную информацию и вам понравилось звучание метода метафоры. Второй метод — результат. Чтобы начать упражнение, нужно войти в особое спокойное и расслабленное состояние. Если медитация вам не подходит, можно просто глубоко и ровно дышать. Правильный способ дыхания очень прост и требует только осознанности. Что надо делать? Вдохните через нос и сделайте глубокий вдох в течение 4-5 секунд. Позвольте воздуху пройти в легкие как можно глубже. задержите немного воздух в животе. Затем сделайте мощный выдох. Выпускайте воздух через рот в течение нескольких секунд. Повторяйте этот процесс дыхания до тех пор, пока не ощутите особое состояние, которое покажется вам очень умиротворенным. для опытных йогов дыхательная гимнастика может занять всего 3 сеанса дыхания, а для новичков потребуется больше времени. Не волнуйтесь, если вы не можете сразу успокоиться и расслабиться. Просто наберитесь терпения и помните, что правильное дыхание отличное бесплатное средство для снятия стресса. Так что будьте предельно осторожны и не торопитесь с этим процессом. Вы также можете комбинировать расслабляющий процесс дыхания с музыкой мозговых волн, упомянутой ранее. Несколько шагов для программирования. Выберите цель, она может быть легкой или трудной, неважно, главное ваше желание. Представьте конечный результат. Создайте в уме желаемый образ и представьте, как будет выглядеть ваша жизнь, когда это произойдет. Визуализируйте конечный результат после того, как вы исполнили свое желание. Статическая картинка. она также способна повлиять на наше сознание и подсознание. Вы смотрите на свою фотографию в будущем после того, как добьетесь того, чего хотели. То есть вы представляете свою жизнь и себя в момент, когда цель достигнута и можно пожинать плоды трудов. Картинка должна быть четкой и детальной. Постарайтесь больше в нее вложить цвета, деревья, небо, люди, дома. Представляйте свое светлое будущее детально. Чем больше конкретики, тем лучше работает подсознание. Помните, что наш мозг не различает значения прошлого и будущего. если вы дадите ему картинку, где все мельчайшие детали реалистично прорисованы, он будет думать, что это осуществилось и начнет работать с полученным материалом. Смешивать и сочетать. Как можно быстрее смешивайте видео и статические изображения вперед и назад. Представьте себя на картинке именно так, как вам хочется, а затем немедленно переключите ее на движущееся изображение. Делайте это 2-3 минуты. Если вы можете продержаться дольше, продолжайте, чтобы максимизировать свои результаты и быстрее изменить настройки вашего подсознания. Повторяйте этот процесс каждую ночь перед сном в течение как минимум 21 дня. Это займет всего несколько минут. Медитация, прослушивание спокойной музыки, дыхательная гимнастика, визуализация. Психологи советуют учиться правильно дышать и практиковаться даже в течение дня. Это навык поможет вам не только быстрее ночью расслабиться, но и днем избегать стрессовых ситуаций. Третий метод использования прошлых воспоминаний для раскрытия силы подсознания. Любая работа с подсознанием должна начинаться с выбора спокойного места и дыхательной гимнастики. Шаг первый. Выведите на поверхность прошлое воспоминание. Попросите свое подсознание вспомнить что-то хорошее из прошлого. Скорее всего, всплывет много воспоминаний. Легко пропускайте и отпускайте негативные, не переживайте из-за них и сосредоточьтесь на позитивных. Нужно выбрать только одно, самое яркое. Постарайтесь снова пережить его. Это действие поможет вам получить положительные эмоции и лучше связаться со своим подсознанием. Обратите внимание, что многие люди перед сном стараются прокрутить все события, которые с ними произошли за целый день. Чаще всего вспоминаются только негативные, тревожные и сложные моменты. Загружая мозг перед сном негативом, вы программируете себя на бессонницу или ночные кошмары. Не надо вспоминать о том, что на вас накричал начальник или водитель на дороге. Вы эту ситуацию уже пережили днем, поэтому не стоит ее вообще держать в памяти. Вместо этого постарайтесь найти что-то хорошее, что произошло сегодня. Даже в самый плохой день будут присутствовать моменты, вызывающие улыбку и нежные чувства. Если же вы не можете найти хороших воспоминаний перед сном, тогда представляйте, мечтайте, подставляя в картинку свой образ с мечтой. Если у вас нет десяти минут, чтобы представить себе желаемое изображение, используя метафоры, самое меньшее, что вы можете сделать, это синхронизировать свой мозг с альфа- волнами, чтобы успокоить разум. Прослушивание музыки не требует особых усилий, но способствует расслаблению. шаг второй обратный отсчет. Поздравляем, если у вас получилось найти что-то положительное из прошлого, что доставляет радость при воспоминании, теперь медленно начинайте считать от ста до нуля. После каждых нескольких цифр говорите себе «Я чувствую себя хорошо», «Я люблю себя», «Я становлюсь все более расслабленным». Можно говорить и другие фразы, которые вас успокаивают, ободряют и вселяют силу. Например, если вы намерены направить свое подсознание на то, чтобы найти свою вторую половинку, говорите себе через каждые несколько секунд обратного отсчета «Я привлекаю идеальные отношения в свою жизнь». Любовь окружает меня. Вселенная посылает мне любовь всей моей жизни. Моя жизнь полна, и я решаю поделиться ей с человеком, которого люблю. Никогда не говорите аффирмации из-за отчаяния, всегда делайте это по выбору, а не по необходимости. Если у вас есть проблема, просто попросите свое подсознание дать вам идеи, как с ней справиться. Четвертый метод – пиковый момент. Исследования показывают, что для создания нового нейронного пути в головном мозге требуется от четырех недель до девяносто дней. Сначала найдите одно утверждение, которое вам больше всего подходит. Возьмите свой список аффирмаций и выберите то, что вы хотите иметь в своей жизни. Это могут быть деньги, личные качества или навыки, которые вы хотите развить или что-то, что хотите получить. Если у вас нет списка, самое время его составить. Вам нужно знать, чего вы хотите для себя, своей жизни, куда идете, в каком направлении и какова ваша конечная цель. После того, как вы выберете утверждение, которое соответствует вашим истинным потребностям, можете перейти ко второму шагу и реализовать его в своем подсознании. Вспомните событие, которое вызвало у вас сильнейшее волнение. Сосредоточьтесь на этом. Событие может быть каким угодно. Первое свидание, первая продажа в своем бизнесе, момент, когда вы пригласили на свидание кого-то, в кого были влюблены, и этот человек сказал «да». Ситуация, когда вы выиграли футбольный матч, или когда сделали успешный ход в покере и выиграли много денег. Это может быть любое воспоминание, которое было для вас очень значимым и вызвало прилив положительных эмоций. может быть будет немного сложно найти что-то подобное, потому что ваш разум не настроен на возвращение к счастливым воспоминаниям. Подсознание большинства людей полностью запрограммировано на возвращение к печальным воспоминаниям, поэтому они переживают их снова и снова. Не торопитесь и вспомните о событии, в котором вы участвовали и которое вызвало у вас огромное волнение. Со временем у вас получится, главное не торопитесь. Как только найдете тот самый волнительный момент, знайте, вы уже смогли нащупать дорожку, которая ведет к подсознанию. Теперь постарайтесь вспомнить эмоции того момента, насколько вам было радостно, какие присутствовали цвета, запахи, какое было время года. Согласитесь с чувством этой энергии, погрузитесь в это глубоко и снова будьте там мысленно. Как только вы почувствуете все эмоции, которые в тот момент переживали, нужно связать ощущение с тем, какое будет у вас при достижении своей новой мечты. Пример. Вы стоите перед многочисленной аудиторией, чтобы презентовать свой проект. Первые ощущения, которые вы испытываете страх, растерянность, неуверенность. По мере того, как вы начинаете говорить свою речь, эти эмоции уходят на второй план, становясь все менее заметными. Вы отлично выступаете, вас слушают и не отвлекаются. Тут вы начинаете понимать, что больше нет страха перед публикой, что вам ужасно нравится стоять на трибуне и выступать перед десятками людей, которые вас слушают. Этот пример помогает понять, насколько человек силен в управлении своими эмоциями. Он способен сделать многое, чтобы добиться своей цели, но для этого ему нужно побороть свои страхи. Если вы будете каждый раз вспоминать свои сильные эмоции, возникшие в прошлом и оказавшие на вас положительный эффект, то сможете их перенести и в будущее. Подсознание вам будет давать эти эмоции всякий раз, как вы будете представлять себя в роли, которая уже сбылась. Так ваша цель станет более желанной. Почему эта техника подсознания настолько сильна, когда событие стимулирует внутри вас огромное чувство возбуждения, вместе с нейротрансмиттерами высвобождается белок, а импульсы пересекают синаптическую щель. Это действие заставляет событие связываться с нейротрансмиссией, то есть синаптической передачей, гораздо более интенсивным образом, чем просто обычное воспоминание, не несущее никаких эмоций. Когда вы повторно переживаете это и возвращаете те эмоции из прошлого, высвобождается другой белок. И когда вы присоединяете утверждение к этому событию, то физически связываете это утверждение с существующей нейротрансмиссией. помните, чтобы извлечь максимальную пользу из процесса программирования подсознания, сосредоточьтесь на одном утверждении на срок не менее четырех недель. Рекомендуется делать упражнения каждый день перед сном или при пробуждении. Установите график, создавая нейронные связи в одном месте и в одно и то же время. Если вы привыкли отражать и вызывать эмоции в 21.00, делайте это каждый вечер примерно в одно и то же время. Найдите 5-10 минут в течение дня, чтобы повторить это упражнение. Если вы думаете, что у вас нет времени, откажитесь от просмотра телевизора или чего-то еще, к чему вы привыкли, в этом нет необходимости. Создание новых нейронных путей и формирование вашей реальности гораздо важнее, чем просмотр скандальных шоу. Каждая из четырех перечисленных техник программирования подсознания отличный способ общаться с ним и устранять препятствия и ограничивающие убеждения, которые у вас есть. Выберите тот, который лучше всего подходит для вас. Можно использовать их все каждый раз, чтобы получить доступ к полной силе подсознания, но одним из самых важных ключей к успеху в этом процессе является настойчивость. Вы должны делать это правильно в дополнение к настойчивости. избегать погружения в негативные мысли, быть собранным и дисциплинированным, сосредотачиваться на своих желаниях, а не на текущих условиях. Эта практика займет всего несколько минут в день. Как начать управлять своими мыслями и эмоциями? Это очень важный навык для любого человека. Так как мы говорим о работе над собой, ставим цели на будущее и учимся слышать подсознание, то управление мыслями и эмоциями нам необходимо. У многих из нас есть привычка обижаться на критику и обвинять себя в неудачах. Мы совершаем эти действия моментально, не задумываясь. Именно такие мысли нам необходимо отслеживать и отфильтровывать в первую очередь. Убирать их подальше из-под сознания и сознания, ведь они отравляют нам жизнь. Лучше на их место поставить похвалу, любовь к себе, терпение к близким, прощение и принятие. Конечно, ни у кого с первого раза это не получится. Нельзя за один день полностью переключиться с негативных мыслей на позитивные. Но исправить все можно. И жизнь изменить, и мечту исполнить. Главное начать тренироваться. Ведь вогнать себя в депрессию самобичеванием легко. Мы уже привыкли себя винить и стыдить, а хвалить как-то не принято. Пора подумать о себе. В голове полно мыслей. Все они находятся в хаотичном беспорядке. Какая-то мысль выбивается из общей массы и говорит нам, что пора поплакать или погрустить. Мы принимаем ее и погружаемся в депрессию. Если же вы научитесь контролировать этот поток, расставлять мысли в нужном порядке, то тогда они будут связанными и более полезными. Пора потренироваться и прокачать свой мозг. Применение своей слабости. Кажется, что со слабостью нужно бороться, но как ее можно применить, чтобы начать удерживать свои мысли и эмоции? первое, что стоит попробовать, заняться полезным делом в несвойственное для вас время. Жаворонки пусть работают вечером, а совы рано утром. Вы давно привыкли к тому, что продуктивно способны трудиться только в комфортное для вас время, но стоит попробовать заняться творчеством поздно ночью или рано утром. Так вы поймете, что мозг сопротивляется в первые минуты, но потом подключается и начинает работу в новой плоскости. Мнемоника тоже хорошо работает в тренировке мозга. Особенно хорошо запоминать имена людей при знакомстве, связывая их с профессией человека, внешностью, привычками. Эти связи заставляют ваш мозг работать немного усерднее, зато в памяти откладывается что-то большее, чем имя, которое тяжело потом инициировать с определенным человеком. Чтение книг. Даже в современном мире чтение книг все еще в моде. Не нужно делать замену литературы на просмотры телевизора, разных видео в интернете. Они не прокачают ваш мозг, не заставят мысли и эмоции работать в нужном порядке. Чтение книг делает вас умнее, образованнее и грамотнее. Лучше всего читать литературу в разных жанрах. познавательная литература лучший друг для вашего мозга. Новые увлечения. Освоение новой механической задачи от вязания до занятий теннисом открывает новые области в вашем мозгу. Любая новая задача, которую вы решите, создаст ассоциации и заставит ваш мозг приспосабливаться к полученной информации и новым распорядкам. Правильное питание. Сбалансированное питание позволяет человеку чувствовать себя хорошо. Если вы сыты, то меньше подвержены стрессу и негативным эмоциям, но тут еще важно, что вы едите. Слишком жирная пища только замедляет процессы. Организм не хочет справляться с дополнительными нагрузками и мозг тоже. Для того, чтобы запустить его в работу, нужно принимать витамины и употреблять глюкозу. Спорт и сон. Стоит ли говорить, что сон в нашей жизни очень важен. Если человек не высыпается, то это отражается на всех сферах его жизни. Он становится невнимательным, раздражительным, плохо усваивает полученную информацию, не может вспомнить некоторые вещи. Ученые утверждают, что недосып для организма чем-то схож с интоксикацией. Один из методов, который может специально повысить активность вашего мозга во время сна, это съесть что-то перед сном. Это должна быть небольшая порция, в которой не будет слишком много сахара. Самый лучший пример фрукты. Эта закуска будет поддерживать ваш мозг более активным, пока тело отдыхает. Не забывайте заниматься спортом. Особенно полезны пробежки на открытом воздухе. Они насыщают кровь кислородом, который также полезен для умственной деятельности. Очень хороший пример сравнения мозга с мышцей. Тут принцип такой же. Если мышцы не тренировать, они становятся слабыми и атрофируются со временем. Если же вы постоянно используете эту мышцу, требуете ее активности, то тем самым делайте ее сильной. Именно так работает мозг. Как можно чаще бросайте вызов своему мозгу, и вы станете сильнее и умнее. Как работают аффирмации? Психологи продолжают повторять, что мысли материальны. О чем вы думаете, то и случается. Почему многим приходится сталкиваться с травмами детства? Потому что именно в тот момент закладываются основные страхи и комплексы. кстати часто виной всему этому являются родители и родственники. Быть может и вам в детстве высказывали недовольство по поводу того, что вы снова принесли тройку в дневнике или заняли непризовое место в спортивных соревнованиях. Можно перечислять множество оскорбительных заявлений, которыми мама и папа могут осыпать ребенка всякий раз, когда у него что-то не получается. Вместо того, чтобы ободрить свое чадо, они все глубже сеют в нем зерно неуверенности и собственной неполноценности. В результате, когда ребенок вырастает, то уже не может думать о том, что когда-то станет великим спортсменом или ученым. уменьшая свои способности и таланты, он предпочитает не высовываться, становиться менее заметным. Чтобы начать что-то менять в жизни, нужно поработать над своими мыслями и подсознанием. Очень хорошо действуют аффирмации. Они представляют собой позитивные выражения, которые нужно повторять многократно, в течение пары минут ежедневно. Эти выражения укрепляют в голове мысль, что вы будете счастливы и успешны, потому что достойны этого. Положительные аффирмации это простые фразы или утверждения, которые помогают обрести уверенность и бросить вызов негативным или бесполезным мыслям. Несмотря на рост их популярности, для некоторых людей чтение положительных аффирмаций не приносит повышения самооценки. Не стоит отчаиваться, скорее всего, вы неправильно с ними работали. Нужно внести несколько правок, чтобы все получилось. Аффирмации бывают двух видов специальные и общие. Понятно, что общие аффирмации создают условия для улучшения жизни в целом. Если нужно работать над какой-то определенной сферой, тогда используют специальные виды. Пример общей аффирмации «Я счастлива и здорова». «Моя жизнь становится лучше с каждым днем». «Я люблю и любима, у меня отличная семья». Для специальной аффирмации используется конкретика «Я иду на работу, чтобы зарабатывать там сто тысяч рублей ежемесячно». «Я плодотворно отружусь, и меня повышают в должности». В интернете можно найти огромное количество примеров на все случаи жизни, но не думайте, что они более действенные, чем те, которые вы составили сами. Психологи утверждают, что ваша сила и энергия, заложенные в аффирмациях, приносят куда больше пользы. Как использовать аффирмации? Сделайте слова реалистичными. Одна из причин, по которой аффирмации не всегда кажутся полезными для некоторых людей, заключается в том, что они находятся слишком далеко за пределами своей реальности. Это значит, что человек может хоть зазубрить аффирмацию и повторять ее круглосуточно, но она не будет работать. Все потому, что он просто не верит в ее осуществление. Чтобы запустить работу, нужно сделать цель более реалистичной и осуществимой. Не говорите «я могу все, я всесилен». Скажите лучше «я каждый день совершаю полезные действия, которые меня приближают к такой-то цели». Сосредоточьтесь на процессе. Даже если вы практикуете аффирмации до посинения, некоторые вещи в жизни вам не подвластны. Не стоит хотеть многого и сразу. Вселенная ждет от нас действий, постепенных шагов, которые и приведут к финишу. Нельзя проговорить аффирмацию «я получу работу мечты через две недели и думать, что она осуществится». Повторяйте для себя следующее. «Я каждый день предпринимаю активные шаги, чтобы получить работу своей мечты». Сделайте себе комплимент. Как бы мы не отгораживались от того, что любим похвалу, это действительно так. И мужчины, и женщины любят комплименты. Особенно они их ждут тогда, когда что-то было сделано успешно, быстро, красиво. Если вы одиноки и вам некому делать комплименты, то хвалите себя сами. Поверьте, это тоже хорошо влияет на подсознание, повышая самоуверенность и оценку. Задействуйте свои чувства. Стоит вспомнить, что подсознание не разделяет реальность и воображение. Если вы будете четко представлять свое будущее или достигнутую цель, то подсознание примет это за свершившийся факт и начнет давать подсказки, как с этим жить дальше. Получается, что вы получите инструкцию, которая позволит воплотить ваши цели в реальность. Работайте со своим внутренним «Я». Если вы говорите аффирмации и вам в них трудно поверить, то не спешите менять слова или саму аффирмацию. Прежде всего, надо поработать со своими внутренними чувствами. Спросите себя, почему вам трудно поверить в это утверждение? Есть ли здесь ограничивающие убеждения, которые вы переняли от родителей или вашего окружения? Проговаривая аффирмации каждый день, вы сможете замещать старые негативные мысли на новые. Такая практика поможет избавиться от негатива, прошлых комплексов и настроиться на новые победы в будущем. Кстати, проговаривайте все аффирмации только в настоящем времени. Именно так они эффективнее всего работают. Борьба с вредными привычками через подсознание. Некоторые психотерапевты считают, что можно перепрограммировать подсознание в течение шести недель. Однако, если у вас есть вредные привычки, вам может потребоваться 12 месяцев, чтобы полностью перепрограммировать свой разум, выполнив определенные действия. Откуда такие сроки? Вашему подсознанию требуется значительное количество времени, чтобы переварить информацию. Все начинается с мысли. Она может быть отрицательная или положительная. Эта мысль координирует ваше тело на уровне вибрации. Если тело создает негативные вибрации, вы будете привлекать больше плохого к себе. Если положительные, жизнь начнет налаживаться, ведь с вами будут происходить события, влияющие на успех. Перепрограммируем подсознание. Шаг первый. Постановка целей. Ваше подсознание это область, которая требует ясности цели, чтобы определить, что для вас важно. Без цели нельзя добиться успеха. Она предоставляет вашему подсознанию карту, которая определяет нынешние реалии, плохие привычки и пункты назначения, хорошие привычки. Шаг второй. Последовательность. Когда вы повторяете новое поведение, вы каждый день делаете несколько больших шагов в сторону перепрограммирования своего разума. Например, если вы уберете плохую мысль и замените ее положительной, то настроите подсознание на выработку хороших привычек. Блокируйте негатив. Ваше подсознание это поле, мысль семя, а плоды, которые вы производите, это привычки, хорошие или плохие. Ваше подсознание способно изменить жизнь, оно влияет на ваши повседневные решения и привычки. Каким бы мощным ни было подсознание, вы можете изменить свои привычки, если научитесь лучше визуализировать то, что хотите привлечь для себя. Все болезни от нервов помните, как часто с экранов телевизоров врачи говорили, что все болезни от нервов. Казалось бы, как связано пищеварение или прыщи на лице с переживаниями. На самом деле, уже давно доказано, что все переживания, депрессии, стрессы, психическая нестабильность приводят к различному роду заболеваний. Беспричинные головные боли появляются потому, что возникают какие-то конфликты и потрясения. Также из-за нервов появляются кожные высыпания, астматические заболевания, ухудшается зрение. Понятно, что причина может быть и в другом, но если врач исключает какие-то генетические и физические отклонения, то пора разобраться со своим психическим здоровьем. Вегетососудистая дистония или перепады давления могут рассказать о том, что человек имеет предрасположенность к депрессиям и неврозам. Этих заболеваний можно избежать, если избавиться от факторов, вызывающих их. Чтобы не дать болезням развиваться, психологи рекомендуют вовремя распознавать тревожные звоночки организма. Можно обратиться к специалисту или поработать со своим подсознанием, чтобы изменить свои мысли и отношения к окружающим раздражителям. ЖКТ первым страдает от стрессов и нервных напряжений. Пора лечить нервы, если вы заметили следующие симптомы. Боли в верхней части живота, в желудке. Спазмы, рвота после приема пищи, ощущение кума в горле, нарушение работы кишечника. Если вы ходите к гастроэнтерологу, но вам ничего не помогает или улучшения кратковременные, пора проверить эмоциональное состояние. Чем опасны болезни, появившиеся от нервов? Стресс вызывает дискомфорт. Человеку приходится контролировать свои чувства и эмоции, чтобы не сорваться. теряете время и деньги, практикуя походы по разным врачам, покупая лекарства, которые не помогают. Появляются проблемы со здоровьем, потому что вы принимаете препараты, которые вашему организму не нужны. Уходит мотивация, опускаются руки из-за того, что ничего не получается, как бы вы ни старались изменить состояние своего здоровья. Отношения с близкими портятся, потому что вы либо втягиваете их в свое состояние, либо отгораживаетесь от них. Чтобы справиться с болезнями, нужно начать со своего отношения к ним. Помните, что если нельзя изменить саму ситуацию, то можно поменять отношение к ней. Перестаньте быть жертвой, не давайте себя в обиду ни на работе, ни дома. Часто устраивайте себе расслабляющие минуты. Оставайтесь в тишине хотя бы на 15 минут ежедневно. Совершайте прогулки на свежем воздухе, медитируйте по 30 минут перед сном или рано утром. психологические привычки, которые мешают успеху. Ваши мысли не только влияют на эмоциональное состояние, но и на поведение в целом. Если вы находитесь в хорошем настроении, то делайте хорошие вещи, делитесь своим позитивом с другими. Стоит вам впустить негативные мысли в себя, как все вокруг становится серым и мрачным. Вы не можете радоваться за других, перестаете верить в свои силы. Каждый человек в то или иное время испытывает тревожные и негативные мысли, но нельзя в этом состоянии находиться долго, иначе оно станет отравлять жизнь вашу и жизни окружающих вас людей. Каким бы талантом или опытом вы не обладали, если вы не можете контролировать свой разум, то никогда не добьетесь больших успехов. Нельзя перейти на следующий уровень развития, сомневаясь в своих силах и навыках. Посмотрите, сколько психологов работает со спортсменами. Они стараются воодушевить их, подобрать нужные слова и действия, которые программируют чемпиона на успех. Он перестает сомневаться в своих силах и рвется к победе. Но не только спортсмены получают выгоду от изменения своего мировоззрения. Умение продуктивно мыслить может помочь и в бизнесе и в повседневной жизни. Умение распознавать мыслительные привычки, лишающие вас душевных сил, это первый шаг к изменению сознания. Вот шесть вредных привычек, которые помешают стать успешным. Первая привычка придумывать оправдания. обвинение других людей или внешних обстоятельств в отсутствии достижений вредит вашей работе. Не старайтесь в ком-то другом искать причины, по которым у вас не получается разбогатеть, получить надбавку к зарплате или подняться по карьерной лестнице. Подумайте, что вы делаете не так, что мешает вам быть более продуктивным. Перестаньте оправдываться, сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать, а не на том, что вы не можете изменить. Когда вы обращаете внимание на положительные моменты, то прикладываете больше усилий для своей работы. Вторая привычка плохое будущее. Заметьте, если вы говорите, что не справитесь с какой-то работой, то в итоге все так и случается. Не надо утверждать, что я же говорил, что так будет. Наши мысли материальны. Если вы в утвердительной форме проговорили предложение, то задали мозгу программу на исполнение приказа. Не паникуйте и настраивайте себя на положительный исход. Не надо сомневаться в том, что у вас что-то не выйдет. Даже если не получится сделать какое-то действие с первого раза, это послужит толчком к воплощению запасного плана. Третья привычка заинтересованность в одобрении ваших поступков обществом. Для некоторых личностей важно общественное мнение. Другие стремятся не упасть в глазах родственников, семьи, начальства. Все действия направлены на то, чтобы сделать поступок, который одобрят. На самом деле это не совсем правильная позиция. Вы можете делать то, что для вашего окружения будет считаться нормой, но сами останетесь несчастливым. Чувствуя в себе талант художника, вы можете продолжать ходить в музыкальную школу или изучать экономику, как хотела того мама. Не стоит искать поддержки там, где вы ее не можете получить. Ваши мысли будут вас подталкивать взять в руки кисть и краски, пойти на озеро и нарисовать прекрасную картину. Если вы хотите все же получить от кого-то одобрение, то найдите единомышленников, которые любят искусство. Они обязательно оценят ваш талант, как найдутся и те, кто будет приходить на ваши выставки. Четвертая привычка неуверенность в себе. Неуверенность может легко убить ваши мечты. Если вы придете на собеседование с мыслью «меня никогда не наймут, потому что я не совсем этого достоин», ваша неуверенность в себе проявится и у вас будет меньше шансов получить желаемую должность. Отказ только усилит чувство неудовлетворенности собой и создаст негативный круговорот, который трудно разорвать. Перестаньте сомневаться в себе. Составьте список своих навыков, талантов и достижений. Регулярно читайте его, и когда вас мучает неуверенность, напоминайте себе обо всех причинах, по которым вы являетесь достаточно хорошим для того или иного места. Пятая привычка унижения. Невозможно хорошо работать, когда вы говорите себе «Я медлительный, я не могу никогда сделать работу правильно или вовремя». Негативный разговор с самим собой отобьет у вас желание приложить максимум усилий для продвижения. Такое мнение только тянет вниз, обрывая все нити, которые могли бы поднять вас по карьерной лестнице. Прекратите унижать себя, разговаривайте с собой как с верным другом, если вы не хотите использовать такие резкие слова в разговоре с кем-то другим, не позволяйте своему внутреннему «Я» говорить их про себя же. Шестая привычка анализировать каждый свой шаг. Человек часто в чем-то сомневается в поступках, в сказанных словах или в том, хорошо ли он выглядит. Не надо обдумывать каждую свою фразу и сделанный шаг. Каждый раз, когда вам в своих размышлениях хочется перемотать пленку назад, чтобы высказаться иначе или сделать что-то по-другому, остановитесь. Вы должны доверять своему разуму и мыслям. Вы не должны сомневаться в себе. Эти простые правила также помогут вам поверить в себя и начать менять жизнь к лучшему. только после того, как вы переосмыслите свои действия в голове, придете к внутреннему согласию с разумом и мыслями, у вас получится выстроить шаги, ведущие по дороге к заветной цели. Как стать счастливым и здоровым? Наша сила находится в наших мыслях, все идет из головы, как говорят многие психологи. Чем лучше ваше эмоциональное состояние, тем счастливее и здоровее вы становитесь. Человек со стабильной психикой редко испытывает стресс. Неудачу не способны его сломить. Они только мотивируют, призывают к действию и нахождению выхода из трудных ситуаций. не забывайте о внутреннем диалоге, который был описан в этой книге. Чем больше вы будете общаться с подсознанием, тем лучше начнете разбираться в себе. В благодарность оно будет посылать вам правильные ответы на любые запросы. Вы сможете легче и быстрее добиваться тех целей, которые когда-то казались для вас нереальными. Не забывайте медитировать или хотя бы давать себе время на релакс. Слушайте спокойную музыку, правильно дышите, читайте полезную и мотивирующую литературу. Исключите себя из общества, которое негативно на вас влияет. Окружите себя друзьями и близкими людьми, которые способны вас поддержать и похвалить, а не упрекать по любому поводу. Жить в гармонии с собой, своими мыслями и телом это наивысший дар, который дан каждому человеку. Стоит немного времени посвятить практикам, чтобы навсегда изменить свою жизнь, сделать ее яркой, богатой, счастливой и наполненной любовью. Заключение Наше подсознание как ангел-хранитель. Стоит ему доверять, когда оно пытается говорить с вами. Если вы смогли услышать свой внутренний голос через призму всех переживаний в голове, анализа действий, сомнений, то знайте, пора к нему прислушаться. Это тот проводник, который всегда подсказывает верное решение. Даже когда идея вам кажется не совсем обычной, попробуйте выполнить ее. Скорее всего с этого момента и начнет меняться ваша жизнь, в которой вы правильно расставляете приоритеты, убираете личные блоки и сомнения, учитесь слушать свое подсознание и доверять ему. Вы прослушали книгу «Ключ к подсознанию ваша скрытая сила». Текст читал Максим Киреев Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудио формате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего!